Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В сквере речников сегодня забил фонтан розоветров. Дизайн-проект территории разработали сами жители. Торжества, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны, прошли в Самаре. Цветы к вечному огню возложили первые лица области и города. Тематические локации, предметы военного времени и даже паровоз. В Самаре на площади Куйбышева открылся музей под открытым небом. Завершились масштабные работы в сквере речников в Куйбышевском районе Самары. Благоустройство этой территории жители поддержали во время рейтингового голосования. Теперь сквер на берегу изменился радикально. Заработал новый фонтан. Удалось реализовать и другие пожелания жителей. Олег Зверев оценил масштабы преобразований. Осталось добавить музыку и можно проводить праздник микрорайона. Сквер речников преобразился радикально. Все лето местные жители наблюдали за стройкой и вот территория благоустроена. Работы выполнены по национальному проекту «Жилье и городская среда». Ключевым объектом стал фонтан «Роза ветров». Сегодня качество работ оценила Елена Лапушкина. Глава Самары приехала на стройку и сразу нашелся гид. Школьник Роман. Уже знает здесь каждый кирпичик. Площадка сутка. Вообще огонь. Мне она так нравится. Ты в школу тут спеваешь ходить? Да, успеваю. И за школу сюда? Да нет, сначала домой переодеться, покушать. Согласно дизайн-проекту, который разрабатывали на основе пожеланий жителей, здесь устроены плиточные пешеходные дорожки и газон. Приведены в порядок деревья, установлены детские игровые аттракционы и спортивная площадка. Столько людей трудились, чтобы вам было хорошо. Осталось только сберечь. Да, беречь это надо. Потому что эта площадка самая лучшая в Самаре. Привести в порядок сквер удалось благодаря активности жителей, которые приняли участие в рейтинговом голосовании. Такова идеология нынешней работы власти в Самаре. В первую очередь, работу проводят на участках, за которые высказываются горожане. Сквер набрал 9 тысяч голосов. Все сделано, как и было задумано. Причем оформлен сквер в речном стиле. На радость и взрослым, и детям. Мне очень понравилась реакция замечательного мальчугана Романа, который очень подробно и с восхищением рассказывал об этой площадке. Мне кажется, это самая главная оценка нашей работы, потому что он понимает, насколько она замечательная. Он понимает, как он ее будет беречь. Он призывает к этому своих друзей. В этом году пять общественных территорий благоустроены по программе «Комфортная городская среда». Есть планы на следующий год. Причем национальный проект позволяет реализовать самые амбициозные задумки. Жителям надо только заявить о своих предпочтениях и активно поддержать идею. Олег Зверев, Василий Калдашов, Константин Головин. События. На московском шоссе в районе мехзавода снова будет переход. Но только не подземный, а надземный. Его построят взамен тех, что были засыпаны при реконструкции шоссе в 2018 году. Глава Самары Елена Лапушкина обсудила этот вопрос с жителями Красноглинского района. О каких еще изменениях говорили, выяснили наши корреспонденты. Оживленные перекрестки на московском шоссе сегодня люди переходят по сигналу светофора. Хотя еще недавно для этого спускались в подземные переходы. После проведения реконструкции дороги их засыпали. До начала реконструкции московского шоссе здесь был подземный переход, который не был включен в новый проект. И вот переход планируется восстановить и оборудовать тактильной лестницей и лифтом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новый переход будет надземным. Таковы современные тренды. Узнать о том, как идет продвижение вопроса, на встречу с главой Самары пришел активист поселка мехзавод Виктор Платошин. Нас волнует вопрос перехода через московское шоссе. В свое время Салют построил два подземных перехода. Внутри реконструкции московское шоссе их похоронили. Поэтому у нас проблемы. Проблема будет решена. Этот вопрос на контроле. Губернатор дал поручение правительству. Идет разработка проекта. Такое поручение дано. И поручение, конечно, губернатора исполняется. Но радует то, что уже проект есть. Радует, что у Дмитрия Игоревича на контроле. В этом же микрорайоне остается нерешенной проблема ветхих строений. Когда-то в этих домах жили люди. Теперь они все расселены. Но создают неудобства для местных жителей. И уж точно не украшают лицо города на въезде. И получается, вот как мы идем в ДК. Лицо наше, так сказать, поселка культурное. И дома полуразрушены. На третьем квартале, на первом квартале. Ну, фактически, я считаю, что... Уже жутко. Да, аварийный. Даже как бы далеко забегать не буду. Мои дети называют это дом-монстр. Дома собирались снести еще к 2018 году. Но есть и квартиры, в которых до сих пор прописаны бывшие жильцы. К сожалению, не всегда их можно снести сразу, потому что они жильческие люди, там остаются еще собственными. Прописаны. Или прописаны. Да, по факту они могут не жить. Из-за этого, конечно, внешний вид их, прямо скажем, вызывает очень такие бурные эмоции. Поселок Прибрежный благодарит за благоустроенный сквер Овчарова. Теперь у жителей новые предложения. Мы от всего поселка хотели вас поблагодарить за наш чудесный сквер. Всех жителей беспокоит вопрос по поводу строительства ФОКа. Спортивный комплекс в Прибрежном будет построен. Проект уже готов. Сейчас он проходит государственную экспертизу. Олег Зверев, Василий Калдашов, Константин Головин. События. До конца года в поселке Мехзавод появится детская поликлиника. Сейчас для этого готовят здание площадью 3000 квадратных метров. Его также осмотрела глава Самары Елена Лапушкина. Затем она посетила 127-ю школу, где к воду в эксплуатацию готовят бассейн. Как обстоят дела с ремонтом, узнала Лариса Шалафаст. Это центральный холл. Здесь будет открытая регистратура стоять. Здание будущей детской поликлиники в поселке Мехзавод уже ведут отделочные работы. Скоро здесь будут просторные кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием. Вот такие у нас будут веселые коридоры. Внутри кабинета будут нейтральные стены, а здесь вот они у нас веселенькие. Раньше здесь располагался стационар медсанчасти завода «Салют», затем отделение 7-й городской больницы. Потом здание пустовало. После ремонта здесь разместится детская поликлиника, которая будет обслуживать маленьких жителей Мехзавода и Новой Самары. Также здесь разместится первый в Самаре детский дневной стационар. Глава города поручила руководителю районной администрации решить вопрос с благоустройством территории рядом с новой поликлиникой и установить детскую площадку. Следующая точка объезда – дорога возле строящейся школы в микрорайоне Новая Самара. В прошлом году на встрече с главой города Еленой Лапушкиной жители попросили построить школу и подвезти к ней дорогу, которая соединила бы микрорайон с поселком Мехзавод. Спустя год здание школы практически готово. Большая часть дороги также построена. Благоустроена прилегающая территория. В будущем также по просьбе жителей рядом появится зеленая лесопарковая зона. Вы помните, что у нас здесь вырубка не приветствуется жителями, что очень бережно надо относиться. Значит, смысл в чем, что жителям уже этот вопрос обговаривали. То есть мы собирались уже, они очень хотят. То есть я думаю, они не против. Хотят вверх. Вверх, а не вверх. Следующая точка в плане объезда – двор в поселке Управленческий, где по просьбе жителей установили детскую площадку и оборудовали зону отдыха. Здрасте. Здрасте. Вам, милая женщина, нравится здесь? Нам здесь нравится. Другой такой в управленческом нет. Также глава города побывала в 127-й школе, где готовится к сдаче в эксплуатацию бассейн. Все нормально. 366. Прекрасно. Помещение полностью готово для занятий плаванием. Закуплен весь необходимый инвентарь. Подрядчику остается исправить некоторые недочеты после протечки кровли. Затем помещение проверят специалисты Роспотребнадзора. А сколько у вас сейчас? 840. А вот если запустим бассейн, кому еще пойдут здесь исправиться? Они будут, конечно. Конечно. Финальной точкой объезда стала скейт-площадка, которую благоустроили по областному проекту «Содействие». Здесь каждый день оттачивают свои навыки десятки ребят. Новая площадка не пустует ни утром, ни вечером. Меня радует то, что район преображается. Я вижу, что действительно территория используется с умом. Скейт-парк, мы здесь с вами были зимой, да, и видели, что это была только задумка, что это была только идея. Вот эта идея меньше, чем за 4 месяца у нас с вами воплощена, и дети получают удовольствие. Дети попросили главу города решить вопрос с освещением возле скейт-площадки. Елена Лапушкина поручила главе района решить этот вопрос до конца недели. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, Константин Головин. События. В Самаре непрерывно контролируют подготовку к отопительному сезону. На заседании специального штаба первый заместитель главы города Владимир Василенко отметил, что все текущие работы по перекладке теплосетей должны завершиться как можно скорее. Ресурсоснабжающие организации и коммунальщики должны быть готовы подавать отопление уже в последнюю неделю сентября. В первую очередь, как и всегда, тепло поступит в школы, дома ребенка, детские сады, больницы и другие социальные учреждения, а затем уже в жилые дома. В течение последних, скажем, 10 лет мы всегда социальные объекты подключали где-то с 25-го по 1-го октября. Давайте будем смотреть по погоде, что нам небесная канцелярия скажет, так и будет. А по поводу готовности, ну вы все слабые места и узкие места мы видели, прекрасно сегодня идет штатная работа. По плановым мы все входим к 15-му числа, те, которые мы начали разворачивать с 1-го августа, мы входим по монтажной схеме 25-го, к 25-му сентября и после 25-го до 25-го октября мы должны полностью восстановить благоустройство. Массовых ограничений движения на проезжей части из-за ремонта теплотрасс в этом сезоне больше не будет. Предстоит только сужение дороги по улице Революционной от Печорской до Дыбенко. Сроки определяют после встречи с подрядчиком, она запланирована на эту пятницу. Масштабы технического перевооружения и ремонта теплотрасс беспрецедентны. Общая протяженность участков, перекладки их 22, увеличена и составляет более 20 километров. Еще в преддверии старта подготовки к зиме губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу пересмотреть, инвестпроекты ускорятся. По поручению главы города Елены Лапушкиной, сроки перекладок теплотрасс сдвинули на более ранние. Эта идея отражена в стратегии лидерства, которую глава региона озвучил в своем ежегодном послании. Инвестор выполняет обязательства в полном объеме. Результаты внедрения стратегии лидерства, инициированные Дмитрием Азаровым в регионе, уже заметны. Так считает профессор Самарского исследовательского университета имени Королева Виктор Полянский. Многие вещи меняются на глазах. Стратегия развития – это системная работа, в частности, по созданию пулок кадров, в том числе резерва, который позволил бы формировать институт публичной власти на основе высокого профессионализма, политической ответственности за конечный результат по развитию области. Нельзя с нуля что-то создать и сразу получить конечный результат, хотя промежуточные уже есть, считает профессор. На примере Самары можно видеть, что районные администрации возглавили молодые руководители, но необходимо и сохранить опыт мудрых наставников. Эффективность воплощения стратегии лидерства будет зависеть от требовательности со стороны авторов этой идеи. Транспортный налог в стране могут отменить, а Минфин России опроверг информацию о том, что будет введен налог на доходы физических лиц от продажи поддержанных вещей на интернет-площадках. Об этом подробнее расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Стоимость нефти марки «Бренд» сегодня упала на 2,66% и оказалась на отметке 44 доллара 67 центов за баррель. В четверг 3 сентября курс доллара 73 рубля 86 копеек, евро 87 рублей 74 копейки. В Госдуму внесен законопроект об отмене в России транспортного налога. Главная несправедливость ситуации с его уплатой состоит в том, считают депутаты, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка, отмечается в документе. Минфин России опроверг информацию о том, что будет введен налог на доходы физических лиц от продажи поддержанных вещей на интернет-площадках. При этом в рамках действующего законодательства обязательства уплачивать налог, как правило, не возникает, подчеркнули в министерстве. Там пояснили, что налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более трех лет. Доходы от продажи поддержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку. Напомним, сегодня утром некоторые издательства опубликовали информацию о том, что налог на поддержанные вещи будет введен, поскольку за два года количество таких сделок увеличилось почти вдвое. С 90 миллионов на сумму 295 миллиардов рублей до 177 миллионов сделок на сумму 568 миллиардов рублей. В России более чем 3 миллиона родителей имеют право получать пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. На эти цели правительство выделило более 34 миллиардов рублей. Распоряжение о выделении дополнительных средств на поддержку семей подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги направят регионам, которые и займутся их распределением среди нуждающихся. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. 3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране вспоминают жертв терактов среди гражданского населения, а также сотрудников, спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Эта дата связана с трагическими событиями сентября 2004 года, когда террористы захватили школу в Беслане. В теракте погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В этот день вспоминают жертвы других терактов, совершенных в городах России. Сейчас под эгидой Национального антитеррористического комитета успешно работает система противодействия терроризму. Решаются задачи предупреждения и пресечения террористических угроз, чтобы не допустить повторения событий, подобных тем, что произошли в Северной Осетии 16 лет назад. В Самарской области 114 учеников не допустили до занятий в школе. У них были признаки простудных заболеваний. Об этом рассказали в региональном правительстве. Здоровье детей ежедневно контролируют. Школьникам и учителям на входе в образовательные учреждения измеряют температуру. При этом наблюдают за самочувствием в течение всего времени пребывания в школе. Если обнаружат признаки инфекции, ребенка изолируют от здоровых детей до прихода родителей. А при необходимости помогут госпитализировать. Все школы оснащены средствами для дезинфекции. Ученики и учителя маски могут не носить. А вот работники пищеблоков обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Новые санитарно-эпидемиологические правила будут действовать до конца этого года. Впереди сезон простуды. Чтобы избежать серьезного заболевания гриппом, которое нередко проходит с осложнениями, врачи рекомендуют сделать прививку. Первые партии вакцины уже поступили в регион. Скоро прививки от гриппа начнут делать школьникам. А взрослых пригласят в поликлиники. Почему не стоит отказываться от вакцинации, расскажем далее. Избежать заражения гриппом, а в случае заболевания серьезных осложнений и летального исхода, поможет прививка. В регионе началась вакцинация от гриппа. В Самарскую область уже поступило 182 тысячи доз для детей. А это 39% от общего числа вакцин, которые ждут. И 432 тысячи доз для взрослых, что составляет 37% от утвержденного числа. Сейчас в образовательных учреждениях собираются информированные согласия на вакцинацию детей. Я очень хотел бы призывать всех соглашаться на вакцинацию. Поэтому это будет четвертый путь. Это вакцинация организованных детских коллективов. Вакцинация – дело добровольное. И некоторые граждане отказываются прививаться. Объясняет это тем, что раньше прививались, но все равно заболели. Врачи утверждают, этого быть не могло. Это говорит о том, что там вообще отсутствуют цельные вирусные частицы. Там есть только отдельные компоненты вируса. И говорить о том, что от современной вакцины, от гриппа, можно заболеть гриппом, но это также, как, знаете, говорить, что можно в мешок сложить руль и педаль газа, долго трясти и оттуда машина выведет. Медики уверены, если человек привился от гриппа и заболел, значит, речь идет о другом виде ОРВИ. Или он инфицировался до прививки. В осенний период врачи рекомендуют пить травяные чаи с лимоном и есть чеснок, но заменить прививку эти средства не способны. Всего во время проведения кампании привить по области планируют 1 миллион 900 тысяч человек. Виктория Шарая, Максим Гусев, События. В августе пассажиропоток в самарских трамваях и троллейбусах снизился на 13% по сравнению с показателем прошлого года. В транспорте перевозили по 180-200 тысяч человек в сутки. При этом до пандемии было более 300 тысяч пассажиров. В апреле, когда были в регионе самые строгие ограничительные меры, поток снизился на 68%, а выручка упала почти в 5 раз. Но сейчас ситуация стабилизируется, пассажиропоток восстанавливается, хотя в общественном транспорте по-прежнему стараются соблюдать все меры безопасности. Об этом в прямом эфире телеканала «Самара ГИС» в программе «Самарская среда» с Яном Налимовым рассказал директор городского трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов. «Было закуплено большое количество масок, большое количество перчаток, обеззараживающих средств. Да, конечно, до сих пор мы получаем какие-то там жалобы от пассажиров, что где-то водители или кондуктора без масок. Но хочу всех заверить, что мы постоянно проводим работу, постоянно на инструктивных совещаниях обращаем внимание руководителей депо, чтобы наши кондуктора до сих пор сохраняли вот эти преждевременные меры». В России отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны, самой жестокой и кровопролитной в истории. По всей стране прошли торжественные мероприятия. В Самаре центральным местом празднования стала Площадь Славы. У мемориала «Вечный огонь» состоялось возложение цветов. Военнослужащие преподнесли гирлянду от губернатора Дмитрия Азарова, букеты принесли председатель областного правительства Виктор Кудряшов и глава Самары Елена Лапушкина. Вторая мировая война шла с 1939 по 1945 годы. В нее были вовлечены 62 государства Европы, Азии и Африки. В ходе войны погибли 70 миллионов человек. Завершающим эпизодом стала Дальневосточная операция советских войск и разгром Квантунской армии Японии, которая в этой войне выступала союзником фашистской Германии. 2 сентября был подписан акт о капитуляции Японии, а 3 сентября стала завершающей датой. Более 60 стран той или другой степени принимали участие в этой войне. Ну а какие миллионы людей погибли? И сколько кто на фронтах, сколько у них фронтов? Какие убытки, ущерб понесли большинство стран? Вот эта задача сегодня нас с вами довести до всего подрастающего поколения, до всех будущих поколений, чтобы они помнили, они знали, и они делали все, чтобы эта война никогда не повторилась. Философы говорят, война возвращается, когда о ней забывают. В Самарской области диктант победы написали порядка 50 тысяч человек. Регион среди лидеров по количеству площадок международной акции. Организовано 759 пунктов для проведения акции. Впереди по количеству только Московская область. Большая часть площадок открылись в школах, вузах, колледжах и лицеях. В акции приняла участие глава города Елена Лапушкина. Подробности в нашем следующем сюжете. Нельзя пользоваться средствами связи, справочными материалами. Перед началом диктанта победы в 57-й школе вводный инструктаж. Участники акции должны за 45 минут ответить на 20 вопросов о Великой Отечественной войне. Дополнительно еще пять вопросов касаются истории Самары, запасной столицы. Среди участников диктантов Самария и глава города Елена Лапушкина. В этом году Самарская область среди лидеров по количеству площадок. В регионе организовано 759 пунктов для проведения акции. После диктанта глава города проверила, как работает образовательное учреждение. Особое внимание пищеблоку. Вам нравится? Да. Вкусно у вас? Да. Каждый день вкусно? Да. Пищеблок оборудован всем необходимым для приготовления вкусных завтраков и обедов. Глава города оценила качество еды, которую в школе дают детям. Компот очень вкусный, прям. Осмородин свежий. С этого года по поручению президента страны и по распоряжению губернатора Самарской области все школы обеспечивают учеников младших классов бесплатным горячим питанием. В Самаре все образовательные учреждения с поставленной задачей успешно справляются. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События. В Самаре открылся интерактивный музей под открытым небом. Он будет работать до 13 сентября. На площади Куйбышева воссоздали собирательный образ военного времени с тематическими локациями, интерактивными зонами и художественными элементами, посвященными отдельным страницам военной истории. Появились арт-объекты, демонстрирующие быт и особенности жизни в военное время в тылу и на фронте. Площадь Куйбышева при этом разделили на пять тематических участков, благодаря которым посетитель сможет пройти сквозь всю историю Великой Отечественной войны. Начинается с мирного предвоенного времени. Потом участок начала войны. Далее участок тыл фронту, в котором в основном рассказывается о городе Куйбышев, запасной столице. Далее участок будни военного времени. И последний завершающий участок, он посвящен освободительному движению Красной Армии и Победе. Вся экспозиция завершается паровозом Победы. В Самаре 13 сентября откроются семь масштабных арт-объектов-муралов на фасадах зданий в центре города. Общая площадь поверхностей, отданных в работу художникам, составит почти тысячу квадратных метров. Расписывать фасады будут известные стрит-арт-художники из России, Турции и Аргентины. При этом самарским художникам также предоставят возможность поработать вместе с приглашенными мастерами. Для создания творческих проектов предоставят пространство на улицах Малдогвардейской, Ленинградской, а также под Маяковским спуском на набережной. Здесь будет работать Пакрас Лампас. Художник-каллиграф с мировым именем сегодня прилетел в Самару и готовится к 100-часовому творческому марафону. Он планирует рисовать 10 дней по 10 часов. Площадь картины составит 350 квадратных метров. Показать современную культуру, показать сплетение мировых культур через призму каллиграфии – это, собственно, одна из задач, которые я для себя сейчас ставлю. Чтобы проект был не просто декоративный, но именно проект связан с историей, с контекстом, с художественным языком, который я транслирую. И чтобы этот проект действительно был цитируем не только в России, но и во всем мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова